Всем привет, меня зовут Макс. Извините, что давно уроков не было. В общем, теперь переходим на Unreal Engine. Базовых принципов рассказывать не буду, их так слишком много, поэтому буду делать уроки по поводу конкретно проблемных моментов, с которыми сталкивался я. Как любой разработчик, я задался вопросом под конец разработки игры, а что делать с локализацией? Ну, в Unreal, слава богу, все хорошо с этим, так как я уже сказал, что азы необходимо знать, чтобы посмотреть мои нормальные уроки, поэтому приступим сразу к делу. Переходим в настройки редактора, экспериментальные функции, активируем Localization Dashboard. Далее открываем окно Localization Dashboard. Открыли, у меня уже заполнено, сейчас буду рассказывать, как это делается. Первое, что вы делаете, вы должны знать, что у вас за проект. C++ или Blueprint. В моем случае это Blueprint. В вкладке Gather Text есть три поля. Первое для C++, второе для Blueprint. Активируется галочкой. Когда вы разворачиваете, видите, у вас расширение есть и так далее. И здесь Search Director и суть та же самая. В общем, вот так вот это выглядит. В Included Patch Wildcards мы указываем папку контента, чтобы выглядело вот таким образом. Как это сделать? Сюда нажимаем, сразу определяется папка, нажимаем выбор и погнали. Все. Вот так и должно быть. Это нужно для того, чтобы это средство могло проанализировать весь проект и найти все нужные и подходящие переменные для локализации. Такие переменные относятся к типу текст. И больше никакие. Также эта программа не работает для Data Table. Она работает только в виджетах и в Blueprint. Это важно. Далее, когда вы активировали, указали, здесь добавляем язык новый. Я добавил русский. Автоматически переключилась на нативный, то есть на родной. Как добавить? Нажимаем это и выбираем язык. Скажу сразу, что языки здесь с регионами, то есть с локациями. Например, можно просто немецкий, а можно немецкий и вот разных городов, так сказать, да, и стран. Ну, не страна, точнее, а внутри города, может быть, даже внутри страны, регионы и так далее, и так далее. Там вот есть определенное деление, которое здесь указывается. Ну, вот самый оптимальный вариант добавлять в целом язык. Например, просто так кликаем, добавился язык. Ну, я давайте пока удалю. Вот сюда нажимаем дальше, чтобы получить все возможные тексты для локализации. Нажали и ждем пока прогресс получения текстов, текстовых переменных с разных скриптов, виджетов будет получен в программу локализации. После того, как он получен будет, мы уже сможем непосредственно локализировать текст, но пока что все равно работы не будет. Вот смотрите, появилась зеленая галочка, нажимаем ОК и переходим в русский язык. Нажимаем вот эту штучку. Эта кнопка отвечает за редактирование локализации непосредственно к определенному языку. У вас должна быть в untranslated. Вот такая таблица. Но у меня с русского на русский переведен. Автоматически был. Давайте покажу на английском. Вот. Ведь у меня untranslated не получается перевести пока. Вот как переводится с русского на английский. Видите высоко height и погнали переводить. Это все дело у вас будет находиться вот в этой области. Сюда вписываете и оно автоматически сохраняется. Когда получили вот такую примерно таблицу, вот в этом поле. Нажимаем File Save All и закрываем. После чего нажимаем Compile текст для всех языков и после того, как вы скопилировали этот весь текст, нажимаем обратно Gather Text. Обратно его нажали, там ОК потом. Чтобы вот эта штука запомнилась. И таким образом у вас получится в completed сохраненный текст. После этого, когда вы сделали, могу сказать сразу, что с локализацией вы закончили. Осталось теперь воспользоваться небольшой хитростью по поводу ее активации. Сразу скажу, запомните код. n, ru и так далее. Эти коды можно также посмотреть здесь. Они высвечиваются при наведении. Все, вы это дело перевели. Теперь у нас закрывается это окно и переходится в любой blueprint или в любое место, где вы хотите каким-либо образом изменять непосредственно сам текст языка. То есть локализацию. Предположим, у нас это будет из превьюшки виджет. Вот так он выглядит. Я русский-английский. Я там события нажатия кнопки сделал. Вот тут. Значит переходим в граф. Как это выглядит? Возможно, где-то я ошибаюсь. Где-то я там глуплю и так далее. Но особо сильно не берите в голову. Значит, по клику на кнопку с русским языком мы делаем set current culture. Culture ru. Это из тех подсказок, которые появляются. Да, то есть код языка. Видите, вот здесь пишут в подсказке, что можно использовать через тирешки, да, вот эти, в формате EETF. Можете вот, давайте посмотреть, что это такое. Но нам это не надо. Мы в целом устанавливаем ru. И здесь вот ng, да. Я еще оставлю галочку для сохранения в конфигах. Видите, здесь пишут, что если true, то сохраняется новый параметр, то есть новая настройка в Game User Settings для дальнейшего использования и переназначения. Не знаю, насколько это нужно на самом деле, но я решил это использовать. Все. У нас есть, так сказать, язык в игре, который мы задали. Но работать просто так не будет. Поэтому, чтобы его, как бы, активировать, да, ну, как бы, на самом деле, сейчас он будет работать для виджетов. Да, вот виджет есть. Текст, видите. Возможность локализации, да. Это только текст. Вот. Что делать, если у нас имеется вот такая структура, например, да, table, таблица диалогов, да. Ну, что, копируйте, переводите вручную. А чтобы грамотно активировать, вы, конечно, по своей технологии уже думаете, как вы это будете делать. Но суть у меня такая, что я при, ну, при загрузке игры уровня, вот это моего основного уровня, я в менеджере квестов определяю текущую калчуру. И в соответствии с этим назначаю либо английскую, либо русскую. И все. Просто замена таблицами. Это что касается data table. Чтобы получить текущую калчуру, да, например, вы можете написать вот такую функцию. Let's get get current culture. И вам вернется в таком же формате, в котором вы и хотели. Ну, вот, в нашем. И далее мы делаем, например, равно-равно. Ну, если это английский, да, то там что-то будет происходить. Но это может быть какой-то плохой вариант решения. Но скажу, что он работает. И работает точно хорошо. Как мы можем в нашей игре проверить, что все это дело работает? Значит, зайдем в превью карту и запустим игру. Но запускать нужно не как обычное приложение, а как стендалонгии. Только в этом варианте работает языковой пакет. Давайте проверим. Вот, запускается мой проект. Ну, предположим, английский. Все на английском. Теперь выйдем. Допустим, еще раз. То есть в меню... В меню не может быть изначально английским. У меня изначально все русское. А у вас с помощью этих culture у меня получилось реализовать локализацию. Теперь давайте выберем русский. И подождем загрузки, где теперь все русское. Четыре компьютера, совершенно это так. Ну, в этом, наверное, урок мы закончим. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, это помогло вам как-то локализовать свою игру. Потому что это, наверное, единственный достойный такой нормальный метод быстрой локализации игры. Возможно, где-то там косички есть. Но пока я не заметил. Все очень удобно. Ничего не нагружается по поводу получения текущей локализации. В общем, всем спасибо за внимание. До встречи.